Посмотрите, как много сейчас идёт разговоров, что нужно отказаться от денег. Посмотрите, как много сейчас идёт разговоров, что нужно это давать без оплаты. Но никто не хочет посмотреть на то, что деньги — это инструмент. Точно так же, как автономия — это инструмент. Депривация сна — это инструмент. Одежда — это инструмент. Мы пользуемся инструментами, которые сами себе создаём. Зачем тогда мы создаём те инструменты, которыми мы не будем пользоваться? И когда мы не пользуемся этим, то у нас это уходит из нашей жизни. И очень часто люди, которые на всёобщее услышание говорят, что мне это не надо, это не моё, я готов жить без этого, поверьте, потом мне пишут эти же люди сообщение, Светлана, можно ли взять консультацию по финансам, потому что из моей жизни они уходят. То есть мы представляете, как себя обманываем, когда из нашей жизни начинает уходить денежный поток финансовой энергии. Финансовая энергия — это энергия огня, и её очень сложно удержать. И когда мы не можем её удержать, она нас сжигает, либо полностью уходит, и у нас вот эта грань у нас остаётся пустой. И когда у нас есть пустая грань, чтобы её заполнить, в себе пустую грань, мы не можем жить с пустой гранью. У нас в эту грань уходит из других наших граней. Вот эта вот потоковость. То есть из здоровья, из любви, из каких-то взаимоотношений, оно как будто бы заполняет ту грань. Мы становимся нецельными во всех отношениях. Это тоже нужно очень чётко понимать и знать. Как только мы начинаем отказываться от денег, это не потому, что мы хотим отказаться от денег, а это говорит потому, что мы себя начинаем обманывать. Мы не можем в материальном мире отказаться от денег. Если мы отказываемся, это искусственное. И искусственное нас всё время приводит к искусственному сектору нашего жизненного отрезка пути, который нас потом выбросит. Но уж куда выбросит, туда выбросит. Это как пружина. Поэтому это нужно очень чётко понимать. И мы всё время настолько не готовы брать то, что есть для нас, что мы всё время от неуверенности вот этот круг, с которого мы можем взять, мы всё время его сжимаем. Знаете, когда ты не уверен в человеке, неважно. Вот возьмём, например, женщину, которая живёт с мужчиной. Она думает, что она его любит. И, к примеру, он не работает по каким-то причинам. Или зарабатывает крайне мало. Ну, меньше её, а в её кругах это не принято. Ну, как во многих кругах это не принято. И она, когда приводит его на какое-то общее… Как-то на какую-то вечеринку, там, не знаю, ну, просто вот в какой-то социум, когда она его выводит, она начинает его как бы оправдывать. «О, нет, он у меня молодец. Вот он просто вот это сейчас не может». Он не может себя найти. Он не может это найти. Он не может это найти. И она так чик-чик-чик вот этот круг сужает, 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 сужает. И она как будто бы говорит… Она же не за него говорит, она говорит за себя. Это ей неудобно, что он не работает. Не ему, ей в первую очередь. И она как будто бы оправдывая его, на самом деле оправдывая себя, почему он не работает. Она начинает объяснять, но она объясняет не почему он не работает, а почему она выбрала такого человека, такого, например, мужчину, который не в состоянии работать, который не в состоянии принести финансы, который не в состоянии обеспечить что-либо. Она выгораживает себя. И чтобы себя выгородить, она по максимуму начинает вот этот вот собирательный эффект. Это… Это…